Встречайте, Леонид Агутин, Фёдор Добронравов 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 На тот конец земли, Где так и не смогли Встречайте, Леонид Агутин, Фёдор Добронравов Леонид Агутин, Фёдор Добронравов Леонид Агутин, Фёдор Добронравов Встречайте, Леонид Агутин, Фёдор Добронравов Твои вопросы Знаете, был актёр Лебедев, который, когда забывал Текст в кадре, он говорил, пельмени, 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 пельмени А потом на озвучке подкладывали любой текст под это Поэтому, Лёнь, скажи, пожалуйста, пельмени Молодец! Вот лучше мне не скажешь Ну что ж, схлестнёмся Тамара Гварцители Так талантливо, так безумно хорошо У меня слёзы, поэтому я не могу говорить 10 баллов Спасибо вам большое Владимир Матецкий Между ними существует определённая вот эта магическая дуэтная связь Это явные наши фавориты, мне так кажется, этот дуэт Стоп-стоп, Владимир Да Судя по тем оценкам, которые вы выставили сегодня, у вас все равны Да, оценки показывают одно и то же Почему? Потому что... Я не знаю, почему Я могу ответить, почему До 10 есть ещё 9 оценок Серьёзно? Да Удивительно, я об этом не подумал Оценка Мы неспроста даём десятки Наши участники заслуживают этих оценок Но этот дуэт заслуживает эту десятку особенно Поэтому... Какая-то хитрая позиция, знаете Вы нивелируете тех, кто действительно её заслужил Ставя как бы авансами какими-то тем, кто не... С какими-то горочками, присыпочками Ну хорошо 10 баллов, я так понимаю, да? Спасибо большое Виктор Дровыш Мне кажется, что если этим двум пацанам на следующий раз дать букварь и детский барабанчик, они же сволочи всё равно десятку получат, так же, как, собственно, и сегодня у меня... Ну вы молодцы, молодцы, 10 Игорь, будьте любезны Очень тяжело этой паре ставить другие оценки, кроме вот этой, которая крутится в голове у всех У нас Но... Ну, я поставлю 10 Спасибо, вы неоригинальный Итак, Нонна... Ой, о чём я? Какая Нонна? Простите, Дим, что я выдал наш секрет с вами Да-да, Дмитрий, да Хоть я и изменилась, так сказать, но это некая пародия на Дмитрия Дюжева Ох, Дмитрий, а? Ребят, ну, расскажите, какие роли исполняли? Это где-то такие 70-е, может, 80-е годы Я в Нью-Йорке, я играю, я работаю там пианистом, работаю в пиаде «Российский гражданин» И у него ностальгия, он любит песню «Антонио Сонг», он хочет спеть свой вариант по-русски «Куплеты и припевы» Вообще, песня о ностальгии людей, которые живут там и скучают по своей родине Я могу пожелать вам победы в этом конкурсе Я очень вас люблю, и каждый ваш номер — это удивление Ждем от вас еще новых и новых превращений Слава тебе, Господи, закончил Заметьте, Дмитрий Атамаре даже не вспомнил в этот раз И я увидел, что это ее выбило из седла В следующий раз будьте уж любезны Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!